Категория вина отличается существенно от других товарных категорий, которые представлены в ассортиментах торговых сетей, и в том числе от внутри выделяется категория алкоголь. Если говорить об алкоголе в целом, можно назвать это категорией эмоциональной. Ее сложно сравнивать с фрешем или с молочной продукцией. Она ближе к таким категориям, как парфюмерия. То есть это нечто, создающее определенную эмоцию. Это нам не нужно в повседневной жизни для того, чтобы утолить жажду или голод, одеться. Нам это нужно для создания какого-то определенного эмоционального фона. И вино в этом смысле является драйвером развития категории алкоголя. Потому что на него есть определенная мода. К категории вина немножко иначе, чем к другому алкоголю относится государство. Более лояльно. Несмотря на то, что у нас сейчас такая идет активная антиалкогольная компания. И для торговой сети важно вот эту категорию понять правильно. Правильно с ней работать. Потому что она может приносить не только увеличение продаж конкретных каких-то позиций самого вина. Она может ввести за собой другие категории. Давать синергетический эффект. Приводить к увеличению среднего чека в супермаркете или дискаунте. Потребитель вина отличает определенный объем знаний о продукте. Который позволяет ему делать грамотный выбор. Понимать, что он собственно любит. Что он хочет от вина, которую он покупает себе на обед, на ужин, на праздник. Если он в вине разбирается, это ваш потребитель. Он будет приносить вам деньги. Если он воспринимает вино только как алкоголь, как средство опьянения. Здесь конечно возможности работы с таким потребителем меньше. То есть здесь вопрос не в том, чем отличается потребитель вина, а как нам этого потребителя развивать правильно. Чтобы он именно становился квалифицированным потребителем вина и приносил больший эффект собственно тому и торговщине. Поэтому если у вас высокие цены на вино, какой бы эмоциональной ни была полка, она будет хуже гораздо работать. И у нас сейчас происходит на наших глазах в федеральном ритейле практически революция цен на вино. То есть если раньше, я почти 20 лет занимаюсь алкоголем, и бывая там в европейских странах, узнаешь цену производителя, X-Works, так называемую. И чтобы понять, сколько это вино будет стоить в России, им надо было умножить на коэффициент 5. Это огромные деньги, которые мы все переплачивали за вино до 2014 года. В 2014 год для рынка стал переломным. Все помнят эти причины, не буду на них останавливаться. И сейчас федеральные сети стремятся сделать вино более доступным и дешевым. И у многих это получается лучше, чем у других. Я бы выделил здесь MetroCash & Carry, конечно. Это не классическая, конечно, сеть. Все-таки формат Cash & Carry немножко B2B ориентирован, да, там, для юридических лиц. Но это, наверное, самая продвинутая сеть именно в винном ритейле. Сейчас очень интересен проект дискаунтеров группы компании «Окей.Да». Именно с точки зрения ценообразования, формирования, ассортимента. Сейчас очень активно в 2017 году с ценой работала пятерочка. Значит, вот эти все процессы, которые происходят в федеральном ритейле с ценообразованием, не только, кстати, в федеральном ритейле. Региональные торговые сети тоже этим активно занимаются. Они связаны с таким явлением, как технический импорт. То есть это прямой контракт фактически сети с производителем в Европе, в Новом Свете и так далее, во всем мире. То есть если раньше у нас цепочка была достаточно длинная, то есть у нас были импортеры, были технические, которые логистическую функцию осуществляют в основном. То есть технический импортер, кто это такой? Это компания, которая не зарабатывает на вине, она не делает серьезных наценок, она зарабатывает на услуги. То есть фактически она осуществляет перемещение вина из Европы, например, в Россию, все процедуры таможенного оформления, логистика. Вот это технический импортер. У нас импортерами принято называть компании крупные, которые там еще дистрибьюцией занимаются. Они вносит существенный вклад в ценообразование. Был еще там пласт более мелких дистрибьюторов. Вот эти все части цепочки сейчас постепенно выпадают. Остается производитель за рубежом и остается сеть. Это направление уже достаточно давно развивает магнит, собственный импорт. Работает по этому направлению сеть такая достаточно известная. Отдохни, фирма Сомелье, юридическое лицо, метро Кэшн Кэри, да, там можно много примеров приводить. Ряд крупных сетей продолжают пользоваться услугами технических импортеров, таких как Лудинг, Моро Импорт. Просто потому, что пока не набрали достаточного объема. У нас в прошлом году первая машина из Европы привез X5 Retail Group. Это, конечно, даже не все федеральные сети позволяют себе технического импортера. А несколько региональных сетей, объединившихся в Федеральный закупочный союз, такой технический импорт в прошлом году лицензировали. И мы уже видим первые его результаты по формированию интересного ассортимента, например, по Чили. Это, в общем, сложная с логистической точки зрения поставка. И вот у ФЗС сейчас очень активно это получилось. Кроме того, внутри вот такой структуры объединения региональных сетей более эффективно может развиваться именно направление обучения, да, скажем так, развитие компетенции, как камов, да, категорийных менеджеров, коммерческих директоров, которые работают с продуктом, должны о нем что-то понимать, знать, правильнее его выбирать. Так и линейного персонала, который доносит вот эту вот миссию, философию вина до потребителя. У торговых сетей, таких там продуктовых классических ритейлеров, алкоголь всегда занимал такую позицию, скажем так, профит-билдера, да, это товар с высокой маржой, да, ну, там, можно привлекать покупателя, строить трафик, там, на низкой цене, на бананы, например, да, там, еще на какие-то вещи, зарабатывать на нон-фуде, да, на алкоголе, это такая стандартная модель. Красная и белая, в общем-то, первый шаг к этой революции цен, о которой мы сегодня говорим, совершила, когда они перевели алкоголь в категорию трафик-мейкера, то есть продукта, который ценой привлекает покупателя. И вот в этом, наверное, их своеобразие, да, и с ними сейчас вынуждены уже конкурировать и магниты X5, потому что в красном и белом появляется активно продуктовый ассортимент, они сегодня торгуют помидорами и молоком, вот, и мы, собственно, видим уже развитие сетей таких полноформатных, просто с большей, более развитой категорией алкоголя. Я вот хотел бы здесь привести такой пример, есть такой гуру винного маркетинга мирового, Роберт Джозеф, и очень называют винным футурологом, сейчас вот недавно должна уже выйти его книга «Будущая вина». Вот прежде чем работать с категорией, надо понять, как она устроена, любая категория, да, значит, и как правильно ее сегментировать. В категории вина мы видим там сегментацию, можно по цене, да, там, дорогие вина, дешевые, там, вот, у нас сети любят говорить, вот у меня вино, это категория до 500 рублей, все, что выше, это музей, это уже не категория. Вот, ну, в регионах. Я считаю, это не совсем верно. Можно по странам, да, вот у меня вина России, вина Франции, там, вина Италии и так далее. Значит, можно там по градусу, там, крепости, там, условно, там, по сахару, полусладкие, там, сухие и так далее. Но это все, как бы, никакого отношения, на самом деле, к потребителю не имеет. Роберт Джозеф говорит о том, что винную категорию нужно сегментировать по отношению к ней покупателя самого. И он выделяет, там, много разных групп, я не буду сейчас на этом останавливаться. Две главные категории, о которых нужно знать, это люди, которые воспринимают вино как алкоголь, и вино, которое воспринимают, есть, как терруар, есть такое слово. Если вы знаете это слово, значит, вы уже квалифицированы потребители вина, как минимум, такой маркет, да, это сочетание почвенно-климатических условий, благодаря которым вино из этого сорта винограда, именно в этой стране, в этом регионе, получилось таким, как оно есть. Вот, там, вклад винодел, а можно очень много по этому говорить. Вот, как только у вас покупатель знает слово «турар», ну, условно говоря, да, у него вот здесь достаточный объем знаний, у него вот здесь в корзинке достаточный объем вина с хорошим чеком. Чтобы развивать винную категорию, нужно развивать знания, нужно развивать компетенции, и не только покупатели, они должны развиваться на всех уровнях торговой сети. Впервые с 2017 года мы наблюдаем некое, там, оживление определенное в секторе розничной торговли, да, там, прогноз роста ВВП 1,2%, по итогам прошлого года, значит, покупатель немножко стал более оптимистичным, больше готов тратить, и наш потребитель, по своему портрету, это бедногедонист, то есть можно себе что-то отказать от какой-то более дорогостоящей покупки, но бутылочку игристого вина, на праздник, у нас все любят себе позволить, да, и это видно на цифрах официальной статистики, вот, так сказать, каламбур, да, как раз вышел свежий отчет цифры Вадима Дробиза, данные передо мной, и видно, что очень существенно вырос импорт в семнадцатом году, это связано там с изменением курс валют и так далее, что важно отметить, в структуре импорта мы прибавили где-то 21-22% в ВИНе, но при этом, если мы внутри нее, этой категории, возьмем категорию качественных ВИН, так называемых ВИН, защищенных указаний, рост там уже 57%, и есть определенные данные розничных продаж, такие предварительные, по которым видно, что у нас выросла ценовая категория 500-800 рублей, это значимый показатель, потому что обычно считается, что до 500 рублей винная категория работает, там, в первую очередь, в регионах, то есть покупатель готов платить за вино, и он выбирает более дорогие вины.